Это на переработку, наверное, на завод, на какой-то... А тут и сюда каждый день по... Из типографии издательств, новая литература, которые выходят, книжки там новые вот сейчас, печатаются которые, нет, которые... А они за чей счет сюда? Закон об обязательном экземпляре документов. Да, во все национальные, 8 национальных библиотек в разное количество экземпляров приходят бесплатные экземпляры. Это типографии издательств, все, абсолютно все подчиняются этому закону и они обязаны рассылать вот эти вот экземпляры. Нет, есть, конечно, какие-то там документы, которые выходят там в двух-трех всего экземплярах, потом, конечно, это уже библиотека, ну, должна каким-то образом приобрести и выкупить там вот так для где-то. А мы с вами находимся сейчас в данный момент в телефонном узле нашей библиотеки. Вот представьте себе, над нами сейчас находятся с вами 19 ярусов. Огромное здание и хранилище. На каждом ярусе по, не знаю, по три, по четыре телефонных аппарата с разными телефонными номерами. У нас своя, ну, свой телефонный узел. Мы из себя сами обслуживаем. Вот как раз здесь не рабочие, а вдоль стены рабочие коммутаторы. У нас есть только несколько телефонных аппаратов, которые обслуживаются, ну, МГТС, да, обычной нашей сетью московской. А в основном у нас своя телефонная сеть, у нас четырехзначные короткие номера, мы, соответственно, ими пользуемся. Вот то, что вы видите наверху, огромное количество маленьких проводочков, да, тоненьких. Вот каждый проводочек – это телефонный номер, соответственно. То есть их здесь действительно огромное количество, плюс еще кабинетов сколько. Старый коммутаторный стол, которым раньше, соответственно, им пользовались. Здесь можно было, если были какие-то проблемы на линии, можно было отключить вот этот проводочек, подключить сюда и, соответственно, понять, где какая проблема, на какой линии, на каком там километре и так далее. Здесь также находится военный немецкий полевой аппарат, телефонный аппарат. Называется он FF33. В 1933 году он был изготовлен. Он, ну, с автоматической выработкой энергии, да, то есть он был беспроводной. Сделан он из интересного материала. Материал называется Бакелит. Лео был такой, Лео Бакелант, который первым запатентовал такую… Это была первая дешевая невоспламеняющаяся пластмасса. Не в смысле первая пластмасса, да, была, конечно же. А вот именно каким-то образом он ее смог удешевить и сделал неплавкой, соответственно. Здесь, да, немецкий алфавит, для передачи каких-то сообщений, находится. Как он попал к нам сюда, в библиотеку, абсолютно неизвестно. То есть его нашли где-то просто на простор, ну, где-то в кабинете его нашли, и вот начали изучать и узнали, откуда он здесь у нас, вообще непонятно. Везде расставлены разные телефонные аппараты, ну, я думаю, что они многим знакомы, да, дисковые, кнопочные шкафчики стоят, у всех такие были. Извините, можно вот еще раз открыть? Отлично, пожалуйста. Целый музейный шкаф. А не было ли вопросов, может быть, в здании какой-то библиотеки, как раз в военный период, был шпион из этих телефонов? Ну, нет, такого, как бы, мы думали. Ну, скорее всего, что это был просто трофейный, потому что у нас есть трофейный фонд, в принципе, и, ну, может, просто каким-то образом попали. Так? Нет. Потому что здания-то самого еще и не было в тот момент, как бы, грубо говоря. Телефонные аппараты, да, как я сказала, уже знакомы. Вот этот первый аппарат, как вы видите, и с кнопками, и с дисками, это был вообще такой невероятный прорыв. А-24 – это первый аппарат, который позволял программировать аж целых 24 номера, да. Ну, конечно же, с нашей сейчас телефонной книжкой это не сравнится, но на тот момент это было очень здорово. И вот такие телефонные аппараты, я думаю, что, да, такие редко где встречаются. Но мы, у нас в библиотеке, они установлены на каждом ярусе и в каждом кабинете. Они без всего, да, как вы видите, нет ни кнопок, ни диска, ничего. Раньше, когда только они изобрелись, они использовались в сельских местностях, когда вы поднимаете трубку и говорите с оператором, соедините меня там с тем-то, с тем-то, да, и так далее. А мы сейчас, они у нас рабочие, и мы, когда поднимаем трубку, то на другом конце у нас наша служба МЧС. Быстрое реагирование у нас на территории библиотеки свой отряд МЧС, потому что, ну, как вы понимаете, если мы будем, мы находимся, да, в центре Москвы, если мы будем вызывать пожарку, ну, во-первых, тут никто не подъедет, не припаркуется, и, в общем-то, это довольно число. Поэтому, да, вот такими, ну, устаревшими аппаратами, но, тем не менее, мы пользуемся. Ну, у тебя просто вода присутствует.